Центр культуры поселка Совхоза имени Ленина объединяет жителей разных возрастов. Здесь проходят различные мероприятия, концерты, открыт уникальный музей клоунов, работают кружки и занимаются творческие коллективы, дипломанты и лауреаты народных конкурсов. В этом году и само учреждение культуры поселка приняло участие в областном конкурсе. Название самого лучшего рассказывает Татьяна Акимова. Необычный праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, состоялся в Центре культуры сельского поселения Совхоза имени Ленина. Для гостей мероприятия в течение вечера в исполнении оркестра военного университета звучали известные мелодии прошедших лет. К слову, такие артисты впервые поднимались на поселковую сцену. А вообще, концерты с участием приглашенных деятелей искусств здесь не редкость. Но все-таки жители больше любят выступления местных самодеятельных коллективов и родных звездочек. Центру культуры поселка есть что показать. К примеру, театральный коллектив «Премьер» ежегодно дарит зрителям новые спектакли. А хор русской песни, отметивший свое 50-летие, известен далеко за пределами района. Есть здесь и цирковой кружок «Улыбка», что вообще является редкостью для подобных учреждений. Среди приносящих славу учреждению и родной земле – хореографический коллектив «Созвездие». Созданный четыре года назад, он объединяет в танце всех – и взрослых, и малышей. У нас коллектив сценический, и наш приоритет – это именно сценическая деятельность. Поэтому, если кто-то хочет танцевать на сцене, он идет к нам в коллектив, и мы участвуем во всех наших мероприятиях, и даже выезжаем на конкурсы. И со взрослыми тоже. Мы ездили на конкурс, и там нам танцевали мы гусят. Заняли первое место, нам дали диплом. В следующем году хореографический коллектив будет готовиться к получению звания народного. И не только он. Фольклорный ансамбль «Родничок» появился в Центре культуры с приходом нового преподавателя Елены Стрельниковой. Начинали с народных песен. Сейчас они звучат в исполнении младших участников коллектива. Но основное направление – казачьи песни. Объясняется просто Елена Терская-казачка. Хочется делать то, на чем сама выросла. Когда я приехала сюда, поняла, что здесь не хватает того, что есть у нас. То есть бабушки поют, дедушки поют, а дети под стол пешком ходят, запоминают и впитывают. Через песню. Песня – это целая народная педагогика, это обучение жизни. А сейчас все-таки в большом городе это потеряно. Очень хочется это оставить нашим детям. Увлеченные, творческие люди работают в Центре культуры поселка, а потому тянутся сюда жители. Ощущение такое, что вообще, конечно, с любовью относится и коллектив, к Дому культуры. И очень внимательно в педагогии относятся, к деткам. Дом культуры, да, такой красивый, светлый, отремонтированный. Просто чудесное впечатление сразу производит. Солнечное, все светлое, красивое. Вот, естественно, огромное желание работать. Потому что, действительно, когда красиво вокруг, хочется и работать хорошо, с полной отдачей. Создание условий для творческого коллектива, как учредитель центра, взяла на себя местная администрация. Из бюджета поселения примерно 20% средств расходуются именно на культуру. Имея такую поддержку, коллектив творит на радость жителям. В этом году Центр культуры принял участие в областном конкурсе на звание лучшего среди учреждений в сельских поселениях. И вот эта масса находок всего того, что происходит вообще в Доме культуры. Те коллективы, которые занимаются, те материалы, которые они вообще готовят, это достойное уважение. Естественно, показав это на области, в областном конкурсе, они называли звание самого лучшего Дома культуры. Официальное вручение награды состоится примерно через месяц. Вместе с дипломом лучшему Центру культуры полагается денежная премия 100 тысяч рублей. Теперь мечта о новом звуковом оборудовании станет реальностью. Пусть все будет хорошо, пусть развиваются, пусть дети больше приходят сюда. И люди, которые сюда приходят, пусть получают такое удовольствие, моральное, нравственное, духовное удовольствие от того, что они здесь видят, от того, с чем здесь соприкасаются. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.